Здравствуйте, уважаемые выпускники! Тема сегодняшнего видеоурока – «Артикли в немецком языке». Видеоурок с вами проводит учитель немецкого языка учреждения образования Могилевский государственный областной лицея номер 2 Жукова Виктория Витальевна. Мы повторим употребление артиклей и какие виды артиклей существуют. Вот. Сделаем несколько заданий с централизованного тестирования, а также вы сможете самостоятельно выполнить несколько заданий и проверить себя. Желаю удачи! Каждая немецкая существительная сопровождается особым служебным словом – артиклем. Наличие артикля – это особенность, которая отличает немецкий язык от многих других. Артикль исполняет несколько функций. Он выступает как признак части речи, имени существительного, при субстантивации любого слова. Например, «leben» – «das leben». «Fünf» – «die fünf». «Aber» – «das aber». Артикль указывает на род. В данном случае у нас «der Lehrer» – это мужской род. «des Lehrers» – это поддержь, генитив. И число. «die Lehrer» – это множественное число, плюраль. Также выражает категорию определенности, либо неопределенности. «Das ist ein Buch». «Das Buch ist sehr interessant». В первом предложении у нас речь о предмете идет впервые, поэтому у нас стоит неопределенный артикль. Во втором предложении мы уже знаем этот предмет, и поэтому употребляем его с определенным артиклем «das». Мы знаем, что артикли бывают определенные, либо неопределенные. При отсутствии артикля говорят о нулевом артикле. В немецком языке существует четыре падежа. Это номинатив – именительный падеж, отвечающий на вопрос «кто что». Генитив – родительный падеж «чее, чья, чье». Датив – дательный падеж «кому, когда, где». Аккузатив – винительный падеж, отвечающий на вопросы «кого, что и куда». Определенный артикль бывает мужского рода. Это артикль «dea». В именительном падеже номинатив «dea fata», генитив «des fataas», датив «deem fata», аккузатив «den fata». Женский род – артикль «dea». Средний род – артикль «das», номинатив «das kind», генитив «des kindes», датив «dem kind», аккузатив «das kind». Множественное число артикль «die» и неопределенный артикль бывает также мужского, женского и среднего рода и употребляется только в единственном числе. Мужской род, артикль «1», номинатив «ein Vater», genитив «eines Vaters», dativ «ein Vater», akkusativ «einen Vater». Женский род, артикль «1», номинатив «eine Mutter», genитив «eine Mutter», dativ «eine Mutter», akkusativ «eine Mutter». Средний род, артикль «ein», номинатив «ein Kind», genитив «eines Kindes», dativ «einem Kind», akkusativ «ein Kind». Если у нас в единственном числе употреблялся неопределенный артикль, то во множественном числе именно существительные будут стоять без артикля. «Der unbestimmte artikel» неопределенный артикль употребляется. Перед существительными, которые называются впервые, «hier stehen ein Tisch», «ein und ein Stuhl», «au dem Tisch liegt ein Buch». Перед существительными, входящими в состав сложного именного сказуемого, «das Prädikat», «Minsk ist eine große Stadt». Перед существительными в составе сложного именного сказуемого, обозначающими профессию, звание, национальность, если о нем конкретизированы определением. «Er ist ein guter Lehrer», «Er ist ein richtiger Engländer». Перед существительными функциями сравнения «Se singt wie ein Vogel». После глаголов «haben», «brauchen» и «без личного оборота» «es gibt». После них имя существительное с артиклем стоит ваккузатив. «Wir haben ein Auto», «ich brauche ein neues Kleid», «hier gibt es einen Park». Всегда в конструкции «das» плюс «sein» плюс «prädikativ». Имена ячейскозуемого «das ist eine Uhr». Перед вещественными и абстрактными существительными. При выделении всей совокупности признаков и свойств какого-либо одного из них. «Sie verbindet eine richtige Freundschaft». При выделении одной части порции вещества. «Sie bestellt einen Kaffee». При данных веса, длины, ширины, высоты, скорости. «Sie hat ein Gewicht von 50 Kilo». «Der bestimmte Artikel». Определенный артикль употребляется перед существительными, которые ранее упоминались в контексте. «Hier liegt ein Buch», «das Buch ist interessant». Перед существительными, если они имеют при себе определение выраженное. Порядковым числительным «die erste Seite, das dritte Haus». Прилагательными в превосходной степени «die beste Freundin». Предложным определением «der Baum vor dem Gebäude», «die Zeitung von heute». Определением в родительном падеже «die jäcke ihres Kindes», «die Tasche des Jungen». Распространенным определением «das in der Zone glitzende Fenster». Определительным предаточным предложением «das Dorf, in dem sie wohnt». Наречием «das geschäft da drüben», «der Schrank hier links». Перед именами существительными, которые однозначно идентифицированы ситуацией для говорящего. «Der Professor kommt bald». Перед именами существительными, которые являются элементами класса, как заместитель всего класса. «Die Rose ist eine Blume». «Das Auto ist ein Verkehrsmittel». Перед именами существительными, обозначающими понятия, единственные в своем роде. «Der Mond», «die Natur», «die Zone» und so weiter. Перед временами года, месяцами, названиями времени дня, «трапез», «дни недели». «Im herbst», «zum mittagessen», «am dienstag», «am abend». Здесь происходит у нас, как мы видим, слияние предлога и артикля. Перед марками, типами промышленных изделий, названиями газет и журналов. Перед названиями гор, морей, озер, рек и небесных тел. «Der Elbrus», «die Nordsee», «der Bodensee», «der Rhein». Перед географическими названиями, которые не являются среднего рода. Это исключение, множественное число, «die Vereinigten Staaten», «die USA», «die Niederlande». Женский род, «die Schweiz», «die Ukraine», «die Krim», «die Türkei», «die Mongolia», «die Aktis», «die Antarktis», «die BRD». Мужской род, «der Iran», «der Irak», «der Libanon», «der Sudan». Перед географическими названиями среднего рода с определением. «Das alte Riga», «das schöne Berlin», «das Minsk von heute». Перед названиями улиц, зданий, кораблей, учреждений. «Die Talstraße», «die Thomaskirche», «die Titanic», «das Berolina». Перед именами собственными, перед названиями ролей и произведений искусства. «Die Sixtinische Madonna», «er spilte den Hamlet», перед именами женского рода и фамилиями. «Die Ursula», «die Schmidt», перед именами собственными с определением. «Der kleine Peter», перед фамилией в форме множественного числа, если речь идет о всей семье. «Die Müllers» «sind unsere guten Freunde», в разговорной речи с фамильярным оценком. «Ich kenne den Martin sehr gut». «Der nullartikel». «Артикль не употребляется». Перед именами существительными во множественном числе, если в единственном числе перед ними стоял бы неопределенный артикль, как было сказано выше. «Sie liest bücher», «Sie liest ein Buch». Перед существительными в составе сложного именного сказуемого, обозначающими профессию, звание, национальность, принадлежность какой-либо партии или другой группе людей, а также пору года и время дня при названии профессии «als». Zum Beispiel «Sein Vater ist Physiker», «Er ist Russe», «Es ist Herbst», «Meine Schwester ist Mitglied eines Sportvereins», «Du bist als Piloten tätig». Перед существительными, обозначающими названия учебных предметов, «Sie unterrichtet Musik», Перед географическими названиями континентов стран-островов среднего рода без определения, «Du wohnst in Minsk», «Wie fahren nach Deutschland». Если позиция перед существительными занята другим членам предложения именем собственным в родительном падеже, местоимением числительным. «Karls Mutter», «Der Mann dessen Auto», «Fiele Bücher», «Mein Onkel», «Dieser Professor» для наименования класса во множном числе. «Autos sind wichtige Verkehrsmittel». В обращениях «Martin», «Herr Professor», в формах приветствий, пожеланий, экстренных ситуациях или приказах. «Guten Tag», «Gute Reise», «Achtung», «Hilfe», «Aufstehen» перед названиями церковных праздников. «Weihnachten» zu Ostern. Перед абстрактами существительными, которые обозначают качество, состояние или процесс, свойства или объем вещества, артикль не употребляется. «Sie hatte geduld», «Er lachte vor Freude», «Das ist das Problem von großer Bedeutung», «Sie trinkt Milch gern». В названиях книг и заголовках. «Deutsche Grammatik», «Buchhandlung». Перед понятиями времени без предлога с определением, перед днями недели без определения со словами, «Mitte», «Ende», «Anfang». «Der unterricht beginnt nächstes Jahr». «Die Schule beginnt erst Montag», «Mitte Juli». Часто после следующих предлогов. «Онne vor», «zu», «nach». «Онne zukunft», «nach beginn». Имя существительное «Gott» во всех значениях. «Ich glaube an Gott». И в устойчивых выражениях, пословицах, которые представлены у вас на экране. Вы можете с ними ознакомиться, а кто-то просто вспомнить. Сейчас мы с вами выполним несколько тренировочных заданий. Итак, что же мы вставим в первом предложении? Так как речь о предмете идет в первый раз, то мы должны поставить неопределенный артикль. «Гошеннг» у нас среднего рода и стоит в аккузатив, поэтому мы ставим неопределенный артикль «ein». Второе предложение. В данном предложении у нас «Aten». «Aten» – это название города Афины. Мы знаем, что все географические названия в немецком языке среднего рода, кроме исключений, и они употребляются без артикля. Итак, так как у нас здесь «Aten», то мы должны выбрать с вами пункт 2. Никакого артикля. Третье предложение. «Нах дим эрстен шрек беданкте сих Пауль ве фю алле гэшэнке юбаглюклей». Здесь у нас с вами предлог «нах» требует всегда дательного падежа датив. «Asten» – числительное. Мы знаем, что после числительного всегда стоит определенный артикль. И имя существительное – «шрек мужского рода». Поэтому мы ставим определенный артикль в форме «дим» – датив. Я думаю, сейчас вам все понятно. Дальше вы можете прочитать, выбрать один из предложенных вариантов ответа и объяснить употребление артиклей. На экране у вас 12 заданий. Вы выполняете их самостоятельно, стараясь объяснить, почему здесь такие артикли выбраны. Вы видите, здесь тоже еще пунктики и четыре варианта ответа. На это у вас 10 минут. Вы можете остановить видео. Здесь продолжение. И ключи. Сравните, пожалуйста, ваши варианты ответов с ключами, представленными на экране. Спасибо за внимание. Желаю вам удачи на ЦТ. Редактор субтитров А.Семкин